Здравствуйте, уважаемые трейдеры, вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии я, Анна Касаткина. Тарифная тактика Дональда Трампа, хотя и кажется агрессивной, но все же работает. Мексика готова выполнить требования, чтобы избежать катастрофы. Рынки охватила паника, когда стало известно, что США открывают еще один фронт торговой войны, взяв под прицел соседнюю Мексику. Сейчас реакция изменилась, трейдеры ищут положительные моменты. Американские индексы набрали чуть больше 0,5% в четверг. Мексиканский PESA резко подорожал, доллар пытается укрепить позиции к большинству конкурентов, в том числе к защитной иене. Пара USDJPY продемонстрировала в Азии положительную динамику, укрепившись до отметки 108,48 пункта, что немного выше вчерашнего закрытия. В целом, рынок продолжает двигаться в рамках крупной нисходящей тенденции. Сегодня в течение оставшегося дня котировки пары, вероятно, будут снижаться, так как доллар по-прежнему остается под давлением. Рынок внимательно следит за американо-китайским конфликтом, который регулярно обрастает новыми подробностями. В четверг Трамп заявил о намерении ударить по Китаю новыми тарифами после встречи большой двадцатки в конце июня. Вашингтон пообещал ответные меры. Сегодня в фокусе трейдеров публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Данные могут оказаться негативными, что увеличит шансы на снижение ставки ФРС. Поскольку индикатор имеет важное значение для американского регулятора, ожидается всплеск волатильности по доллару. В азиатскую сессию индекс доллара торговался в слабом плюсе на уровне 97.05. Рынок пока затрудняется в выборе направления движения. До возврата котировок выше отметки 97.40, риск снижения остается в приоритете. Австралийский доллар в связке с валютой США перешел к снижению, опустившись ниже круглой отметки в 0,7 пункта. Вы смотрели новости на канале Инстатв, всего вам доброго, до свидания!